Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ» студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Промчались зимы с веснами. Под звуки вальца со школами простились выпускники 2014 года. Кудесники со взглядом сокола, мудростью змеи и сердцем льва. Работники здравоохранения отмечают свой профессиональный праздник. Я военным быть хочу, пусть меня научат. Сегодня в городе над Богом прошла торжественная церемония принятия присяги. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Выпускной бал – праздник, которого учащиеся с нетерпением ждут на протяжении всех 11 школьных лет. И дело не только и не столько в том, что позади останутся контрольные, самостоятельные домашние задания и тысячи задач, теорем, правил и законов, которые нужно было узнать и освоить. Причина такого ожидания – непередаваемая атмосфера самого торжества, в которой так гармонично соединяются самые добрые эмоции, которые может испытывать человек. Радость, предвкушение чего-то нового и обязательно самого лучшего – любовь и вера в будущее. Такой праздник невозможно не желать приблизить, а потом невозможно забыть. О чем мечтают 10 тысяч выпускников Брещена? С каким настроением покидают стены, ставшие за много лет родными? И чем могут гордиться их родные и близкие? В специальном репортаже расскажет Анастасия Стропко. Церемония прощания со школой. Этот долгожданный праздник накануне состоялся в школах, гимназиях и лицеях Берестейского края. Торжественные звуки оркестра, цветы, шары и праздничное настроение – все это в этот день для выпускников, для тех, кто в течение 11 лет успешно учился и целенаправленно шел к поставленной задаче. По золотой лестнице успеха и достижений поднимались в этот день и выпускники медалисты учебных заведений Ивацевического района. Позади годы беззаботного детства, впереди дальнейшая учеба и работа. Но плоды знаний и жизненной мудрости, посеянные учителями в школе, навсегда сохраняются и многое определяют в дальнейшей судьбе этих талантливых ребят. Одна латинская пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни. И это действительно так, ведь именно школа учит преодолевать трудности, которые неизбежны на жизненном пути. Я хотел бы пожелать им, чтобы перед теми трудностями, они в жизни будут трудности, чтобы они не посылали, чтобы они шли достойно к той цели, которую они себе наметили. Но самое главное, чтобы они помнили, что самое главное быть гражданами своей страны, быть патриотами своей страны и любить свою малую родину, потому что с малой родины начинается и большая родина. Поэтому я желаю, чтобы их дороги, жизненные дороги, было много позитива, было много радости. Самое главное, чтобы они достигли той цели, которую они хотят достигнуть. Церемонии прощания со школой прошли и в городе Надбугом. Традиционно центральные мероприятия состоялись в двух районах – Московском и Ленинском. Напутственные и благодарственные слова выпускникам, родителям и педагогам звучали непрерывным потоком. И это оправданно и обоснованно. От уровня их работы сегодня зависит наше будущее завтра. У нас все замечательные ребята. Они пойдут сейчас самостоятельную жизнь, получат свою профессию. И не важно, кем они будут, будут они врачами, учеными, космонавтами или физиками-ядерщиками. Важно то, что или строителями, скажем, будут получать рабочие профессии. Важно и главное, мне кажется, то, что каждый из них будет приносить пользу нашей общей родине – Республике Беларусь. И каждый внесет свой класс для того, чтобы наша страна становилась еще красивее, сильнее, богаче. Вдвойне радостными были эти церемонии для золотых и серебряных медалистов. Долгих 11 лет юноши и девушки усердно и старательно грызли гранит всех школьных наук. Но, как сами и признаются, только их усилия не дали бы такого результата. А потому, получая первую заслуженную серьезную награду в жизни, практически каждый из медалистов произносил слова благодарности людям, которые прошли этот путь рядом с ними – своим родителям и учителям. Безусловно, чувствую огромную радость, то, что все старания, весь труд, который был совершен на протяжении этих 11 лет, пошел не зря. Я вижу благодарные глаза и счастливые глаза моих родителей, учителей и чувствую гордость даже за саму себя. Конечно, немного грустно, то, что школа заканчивается, но я не отчаиваюсь, впереди учеба в университете и интересное будущее, поэтому я смотрю с улыбкой в него. До сих пор не верится, что все так быстро закончилось, потому что закончилось все на самом деле слишком быстро. Как-то не верится и совсем скоро нужно вступать во взрослую жизнь, сдавать централизованное тестирование, поступать в университет. Конечно, и радостно в какой-то степени такое событие, но и грустно одновременно. В этом году в московском районе города Надбугом на торжестве чествовали не только выпускников лицеев школ и гимназии. В честь памятной даты 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветераны Великой Отечественной войны получили свои заслуженные награды – юбилейные медали. Конечно, кто-то из ветеранов прийти не смог, здоровье не позволило, однако состав был почти полный. Из 25 награжденных 20 получили правительственные юбилейные знаки отличия лично. Воевал я на Третьем Усламском фронте, госпиталь у меня, Венгрия, госпиталь, Австрия. Ну и как говорят, что надо здоровье. Я говорю, нет, года два тому я придумал. Может быть так, но мужчинам надо счастье, потому что пуля не убивает никогда двоих, одного. А когда мы жили в атаку, и тоже снайпер вложил в моего друга. И теперь мы должны кланяться им, носить цветы, пока мы будем жить, потому что они свою грудь подставили. Глубоко символично, что сегодня у нас в Московском районе в администрации состоялось вручение медалей дважды. Дважды вручение медалей двум поколениям, медали ветерана войны и медали нашим замечательным выпускникам. Вы знаете, я в этом вижу большую логику и символизм, потому что благодаря победе в Великой Отечественной войне, благодаря освобождению Республики Беларусь мы имеем систему образования, мы имеем этих замечательных детей, которые сегодня получили свои первые в жизни награды. Я очень хочу, чтобы у них не было боевых наград, чтобы в отличие от старшего поколения, у них все награды были связаны с созидательным трудом, с учебой, с научными открытиями. Я хочу пожелать им удачи в этой жизни и очень хотел бы, чтобы вот эта замечательная традиция, которая у нас появилась в Московском районе, имела свое предложение, чтобы каждый год количество медалистов было больше, чтобы каждый год мы вводили больше номинаций за те славные дела, которые делают наши школьники в период обучения, чтобы каждый год мы могли сказать спасибо нашим замечательным педагогам Московского района, которые, поверьте, что достойны самой высокой оценки. Несмотря на то, что для школы выпускной ежегодный праздник, как правило, он не оставляет безразличным никого. От учителей младших классов, через чьи добрые руки прошли нынешние выпускники, до школьного директора. Что говорить о самих выпускниках, для которых этот бал единственный, неповторимый, радостный и грустный. Потому что это и прощание со школой, и прощание с детством, и вступление в новую взрослую жизнь, полную, как уверены сами выпускники, ярких событий и впечатлений, разных по эмоциональной окраске, но своих и долгожданных, а потому желанных. Анастасия Стропков, Виктор Халявка, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Медицину и медицинскую профессию можно считать основным достижением человечества. С древних времен здоровье являлось основной заботой людей. Сегодня медицинская наука продолжает изучать, открывать и осваивать новые методы диагностики, современные способы лечения. Брещина тому яркое подтверждение. Многое уже сделано, немало планов на ближайшее будущее. В Беларуси развитие медицины поставлено в ранг государственной политики. Врачевание всегда было уважаемой и ответственной профессией. Каждодневная забота, сострадание и милосердие было и остается от лечителя чертой медицинских работников, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, возвращая здоровье людям, а зачастую и жизнь. 15 июня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник. Торжество чествования с участием главы региона Константина Сумара прошло в агроусадьбе Рыньковта. Накануне своего профессионального праздника принимали поздравления медицинские работники Брещины. Впервые столь масштабные, на столь высоком уровне, и они достойны и награды поздравлений, и слов благодарности. Ведь брестских врачевателей отличает любовь к профессии. Высокий профессионализм, заботливое отношение к пациентам. А иначе нельзя, ведь доктора стоят на страже людского здоровья, приходят на помощь в самые непростые периоды жизни, заботятся о том, чтобы предотвратить недуг. Врачеватели, которые исцеляют не только таблетками и микстурами, но и душевным отношением. Можно быть прекрасным профессионалом, но если не будет души и душевное отношение к больному, который приходит, то там будет менее эффекта вот такого врачевания, чем тот человек, который с душой относится, который переживает вместе с этим больным. Оно чувствуется, вот эта энергетика передается, думаю, это точно, и тому человеку, которому необходимо оказать медицинскую помощь. И как раз, если уже говорить о наших врачах, которые работают на нашей брестине, то большинство своим как раз вот этому предназначению не соответствует. В своем выступлении глава региона Константин Сумар отметил, что у брестских врачей руки золотые, а когда приплюсовывается к умению, навыкам и опыту материальная, техническая составляющая, сила удваивается, желание работать растет. Сегодня Брещину можно назвать регионом с развитой по европейским стандартам медицины. Благодаря помощи государства переознащены, реконструированы старые, построенные новые больницы, отделения, центры. В областном центре возведен новый родильный дом, перинатальный центр. По последнему слову техники модернизируется областная больница. Сложнейшие и самые невероятные операции проводят врачи разных специальностей. Многие из них еще совсем недавно находились в ранге заоблачной мечты. То, что у нас в последнее время плюс к таким качествам наших медицинских работников, я беру всех медицинских, то ли это врач, хирург или терапевт, то ли это медсестра, это одинаково все, даже санитарочка, то же самое, вот мне очень много зависит. Ну вот как раз такие качества, как я уже говорил, и плюс вот та огромная работа по модернизации наших медицинских учреждений, по оснащению прекраснейшим оборудованием и позволяет нашим врачам не только делать такие родовые операции, но самые сложные, те, которые мы уже говорим на внутренних органах, на сердце, почте и так далее. И это очень здорово, потому что без таких качеств, как мы уже обсуждаем, невозможно и проявить свой серьезный профессионализм. И то же самое без определенного оснащения. Поэтому я, конечно же, преклоняюсь перед теми людьми, которые работают в медицинской отрасли, если так вот назвать. Они делают огромное дело. Говорят, что медицина – это искусство. Хотя последние годы подтверждают, что искусство врачевания как бы нивелируется, потому что в здравоохранение и в медицину приходит все больше и больше технологий. И из искусства оно превращается в технологию. Но, тем не менее, не глядя на действия высокого прогресса, связанного с техникой, с электроникой, тем не менее, слово врачебное остается тем главным лекарством, которое всегда необходимо пациенту. Врачи и медицинских сестер, вообще всех, кто стоит на страже нашего здоровья, называют людьми в белых халатах, спасателями человеческих жизней, а чаще всего уважительно и с любовью. Мой доктор, сестричка. Сколь много таковых набрещений, тех, кто не жалеет добрых слов для своих пациентов, кто продумывает и стратегию, и тактику лечения. Я могу однозначно говорить, что все медики – это добрые люди. Они никому никогда не желают зла. Они хотят, чтобы пациенты, с которыми они работают, были здоровы. Чтобы были здоровы их семьи, дети. И чтобы профилактическое направление в медицине было главенствующим направлением. Чтобы технологии отчаяния все больше и больше уходили от нас. И слово врачебное приобретало все большее значение. Брать на себя чужую боль могут только по-настоящему бескорыстные и мудрые люди. Такими и являются брестские доктора, медсестры, санитарочки, которые все свои душевные силы, все знания, опыт вкладывают в святое дело – спасение человеческих жизней. Представителем медицины профилактической является сегодня санэпичслужба области. Наша главная задача – чтобы был порядок. Независимо от того, какой это объект, какая это территория, какая бы ни была инфекция, наша задача – не допустить ее на нашу территорию и чтобы наши люди были здоровы. Дети – это особые пациенты. Они искренние, они честные, с ними не тяжело работать, потому что они всегда говорят правду. Может быть, немножко сложнее работать с мамами. Ну, к каждой маме можно найти подход, естественно. А самая главная в вашей профессии, в профессии педиатра что? Ну, все-таки на первом месте знания должны быть. Порядочность, доброжелательность и все-таки умение найти индивидуальный подход к каждому человеку. Они все разные. Получается? У меня – да. Я осознанно выбирала профессию, поэтому я хотела быть только педиатром. Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни дня без людей в белых халатах. Поэтому в нашей стране, да и во всем мире, День медика – один из наиболее почитаемых дней. И отрицать титанический труд людей в белых халатах совершенно несправедливо. Ведь медицинский персонал ежедневно борется за жизнь и здоровье больных людей. Награды и цветы – лишь толика благодарности людям, работающим в сфере здравоохранения. Но лучшая оценка труда медика – это наше здоровье. Мне хочется в канун Дня медицинского работника выразить искренние поздравления и искренние слова, пожелания здоровья. Здоровья самим нашим медикам, здоровья их близким, родным. Удачи, без удачи, как говорится, и удачи не видать. Ну и любви, любовь, добро, милосердие – это все слова, которые связаны с медицинскими работниками, с медициной в целом. И любовь, она победит все зло и болезнь в том числе. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Служба в армии – это почетная обязанность каждого гражданина. Служить Родине, защищать свое отечество, свою землю, свою семью может только настоящий мужчина. Пройдя школу мужества и выдержки, научившись принимать решения в экстремальных ситуациях, молодой человек приходит на гражданку, хорошо не только подготовленным в военных вопросах, но и приспособленным к взрослой и самостоятельной жизни. Сегодня в городе над Бугом прошла торжественная областная присяга. 757 юношей дали клятву на верность Отечеству. Морально-нравственное и правовое значение принятия этого акта переоценить трудно. Молодой человек становится настоящим солдатом, в душе зарождается гордость. Гордость, что именно он защитник своей страны и сегодня берет на себя высокую обязанность честно и преданно служить Беларуси. На торжественной присяге побывала и наша съемочная группа. Подробнее в следующем материале выпуска. Бежали года, сменялись цари, правительство, государственный строй. Однако сквозь века прошла вместе с солдатами Руси военная присяга. Клятва на верность и преданность своей стране. Обязательство в любой ситуации защищать интересы государства и народа. Ее безукоризненное выполнение является прежде всего законом, но также и делом совести каждого военнослужащего. Патриотизм, любовь к своему Отечеству и своей стране. Именно эти чувства просыпаются с еще большей силой в сердцах тех, кто однажды стал солдатом Беларуси, приняв присягу в Брестской крепости. Брестская крепость давно стала символом мужества и победы. И вот то, что ежегодно здесь в молодом пополнении принимают воинскую присягу, это действительно и символично, и это еще раз поднимает и говорит этим молодым людям, что они должны достойно служить так же, как служили их деды или прадеды. Не только за счет мужества, но и за счет профессионализма, который должна не оттачивать уже в вооруженных силах нашей страны, что только таким образом они могут победить те трудности, которые могут быть в будущем. И самое главное, когда, не дай бог, придется где-то отражать какие-то неприятельские атаки, нападения, чтобы они смогли, как положено, защитить свою страну. Среди новобранцев и диктор телекомпании БУК-ТВ Павел Белявский. Улыбчивый и обаятельный молодой человек стал настоящим серьезным военнослужащим 111-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады. Армия и долг родине в первую очередь телевидение пока подождет, говорит Павел. Служить рядовому Белявскому нравится, несмотря на то, что еще пока не привык чувствовать себя солдатом. Родители Павла гордятся своим сыном. Первое впечатление всегда обманчиво, наверное. Ну, тяжело на самом деле. Вот первую неделю было очень тяжело. То есть привыкал к этой всей армейской жизни, к этому всему, к режиму, постоянный режим, постоянный. Туда не ходить, туда не садить без разрешения. Ну, привыкаешь и нормально становится, легче. Старший садист служил в этот, ну, пошел младший служить тогда. Счастливый мог служить, все. Принял сегодня присягу, очень рады. Присутствовали все родственники, тетя были, все. Все хорошо, день хороший. Все, сейчас идет в увольнение, так что будем его дома уже встречать. Бабушка там ждет его. В этот торжественный и по-особенному незабываемый день 757 военнослужащих присягнули на верность своей родине – Республике Беларусь. Они поклялись быть настоящими сыновьями своего отечества, защитниками Беларуси. И главное, в любой ситуации оставаться патриотами нашего молодого государства. Сегодня в стране наблюдается положительная тенденция. Призывники не спешат убежать от армии, а наоборот, стараются честно и верно отслужить положенный срок. Именно поэтому сегодня в белорусских войсках недобора нет. В этом году набор военнослужащих в ряды вооруженных сил полностью выполнен. И общаясь с молодыми людьми, что хочется отметить, что люди идут с желанием служить. И на такой даже вопрос, служить можно или нужно, отвечают, что нужно. Это говорит о той кропотливой патриотической воспитательной работе, которая проводится у нас в школах, в учреждениях образования, допризывная подготовка. Сейчас достойное поколение, которое сейчас приходит на военную службу, даже в ходе тренировок. И вот сейчас, когда во время присяги, если посмотреть на этих военнослужащих, посмотреть в их глаза, как горят у них глаза, с каким желанием они пришли сюда, как они стараются принять военные присяги. Сегодня в священной цитадели 757 молодых новобранцев в присутствии самых близких и родных им людей поклялись служить верой и правдой белорусскому государству, честно исполнять воинский долг, защищать мирное небо над Синеокой. У молодых бойцов есть надежные и проверенные временем идеалы, как в лице героев Великой Отечественной войны, так и их сегодняшних наставников, которые с честью и достоинством носят военную форму. Присягнув, молодые люди приняли на себя главную и очень почетную обязанность – защищать свободу и независимость своей родины – Республики Беларусь. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. О правилах и нормах, нововведениях и изменениях, которые ждут как испытуемых, так и лиц, контролирующих процесс сдачи экзаменов, шел предметный разговор на заседании Комитета государственного контроля, которое традиционно проходит накануне вступительной гонки. Традиционно в преддверии вступительных испытаний Комитет государственного контроля проводит заседание областной комиссии, на котором рассматриваются и обсуждаются основные моменты и правила проведения ЦТ, а также степень готовности пунктов тестирования. В этом году в связи с уменьшением числа зарегистрированных абитуриентов на Бречне вместо 7 пунктов будет работать только 5. На сегодняшний день создана областная комиссия, созданы комиссии по вступительным экзаменам в учебных заведениях и работа будет организована на должном уровне. Основная задача, конечно, была и остается, это обеспечение равных возможностей абитуриентам для поступления в высшеучебные среднеспециальные учреждения. Брестская городская организация ветеранов традиционно в преддверии памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, проводит целый комплекс мероприятий, среди которых особое место занимают встречи в рамках круглых столов. Этот год для нашей страны особенный. Совсем скоро Беларусь будет праздновать 70-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Именно этой дате было посвящено прошедшее накануне в городе над Вугом собрание ветеранов и молодежи. Подобные встречи собирают все меньше непосредственных участников событий тех страшных военных лет. Годы отдаляют нас не только ужасы войны, но и уносят воспоминания освободителей родной земли. Тем ценнее подобные диалоги подрастающего и военного поколений. У педагогов нашей страны, несомненно, есть чему поучиться. С каждым годом в Беларуси модернизируются школы, университеты, техникумы, совершенствуются методы обучения. Именно это создает благоприятные условия для развития и поддержания хорошего климата в этой сфере. Высокий уровень, а также все условия, созданные для получения европейского образования в нашей области, сегодня отметили и педагоги соседней Польши, которые посетили Брестский лицей имени Александра Сергеевича Пушкина, являющийся культурным и образовательным центром города. Польские гости отметили хорошие условия обучения, созданные для учеников, а также признались, что с удовольствием позаимствуют опыт белорусских коллег. Жители нашей страны хорошо помнят свою историю и чтут ее традиции. Наверное, поэтому Беларусь славится многообразием обрядов. Проведение народных гуляний, посвященных древнеславянским обрядам, уходит корнями в далекое прошлое. Одним из ярчайших славянских языческих действий, которое дошло до наших времен и ныне проводится во многих белорусских городах, является обряд вождения куста. В этом году в рамках ежегодной акции «Рух земли» на улице Советской был представлен целый ряд мероприятий, приуроченных к этому событию. Праздничное действие стало поистине масштабным. Презентация книги сказок, торжественный проход по советской участникам акции, а также концерт фольклорной музыки привлекли внимание многочисленные публики и подарили праздничное настроение жителям города. Лето – горячая пора не только для выпускников. В это время разворачивается масштабная кампания в сельском хозяйстве – кормозаготовительный сезон. В этом году президент поставил перед аграйерями республики четкую задачу – соблюдать железную дисциплину при заготовке кормов. Однако неумолимая стихия внесла свои коррективы. Сильные ливни, а в некоторых областях даже град нанесли непоправимый ущерб не только кормовым культурам, но и будущему урожаю. Несмотря на то, что сегодня Брестская область – лидер в заготовке кормов первого укоса, избежать неприятностей хозяйством Брещины также не удалось. Каковы потери? Как в регионе устраняли последствия капризов погоды на примере Каменецкого района? Узнаем ответы на эти вопросы в сюжете Виктории Драгобецкой. Каменецкий район – своеобразная жемчужина Брещины. Регион богат не только культурными памятниками. Его принято считать одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области молока, мяса, свеклы, зерна и картофеля. На территории Каменечина находится одно из передовых предприятий страны – открыто акционерное общество «Беловежский», специализирующееся на производстве мясной продукции, в хозяйстве которого содержится 106 тысяч голов свиней. Однако Каменецкий край может по праву гордиться не только развитым животноводством, но и богатыми на урожай полями. Каменецкий район располагает 80 тысяч гектар сельхозугодий, 58 тысяч гектар пашни. Зерновые в структуре пашни занимают 60% и кормовые культуры занимают 34%. Район также занимается возделываемой сахарной свеклы на площади 3300 гектар. Занимаемся выращиванием картофеля 500 гектар. Это нас занимаются три хозяйства – Александрия, Агра, Каленковичи и Восход Каменец. Все вышесказанное давало надежду на обильный урожай, но, как говорят в народе, человек предполагает, а бог располагает. И, как видно, что-то в этом году не срослось. Продолжительные ливни, град, грозы и штормовой ветер внесли свои коррективы. Многие хозяйства Бречена не успели завершить уборку кормовых культур первого укоса. Из-за ливней пострадала изрядная площадь кормовых, а вода, которая до сих пор стоит на полях, не дает выйти сельхозтехнике. Но, в отличие от других районов, Каменецким аграриям удалось завершить уборку 95% трав первого укоса. В итоге заготовлено 63 тонны сенажа, 6 силоса, 1,5 тонны сена. Однако ситуация с зерновыми, свеклой и картофелем, увы, не такая радужная. Погодные условия нам не позволили не только убрать, скосить травы вовремя, но и также нанесли большой ущерб в целом по району. Если в целом по району у нас погибло из-за дождя, града, порядка 1000 гектар зерновых, 100 гектар сахарной свеклы, 120 гектар рапса. На сегодняшний день все эти поля, они запаханы и посеяны однолетние. Мы в целом по району на сегодняшний день имеем посева однолетних трав порядка 4000 гектар. В хозяйстве Александрия Агра травы успели скосить вовремя, до разгула стихии. При заготовительном плане в 11 тысяч тонн убрано 8, посеяно 400 гектаров однолетних растений. Директор предприятия Александр Червинский уверен, второй коз позволит поставленную задачу выполнить в полном объеме, тем более, что все травы были подкормлены азотными удобрениями. Сегодня в хозяйстве закладывают третью траншею сенажа, который, согласно технологиям, круглосуточно трамбует специальная техника. Аграрии уверены, если и дальше так пойдет, кормов будет в достатке, а значит, голодного года для стата крупнорогатого скота не будет. Пришла убежденность, что к науке следует не только прислушиваться. Мы находимся в отделении ставы о Александре Агро. В прошлом году до 4 сентябра это была отдельная СПК. Присоединили к Александре Агро как отстающая. Хочу сразу сказать, что были проблемы с кормами. Здесь в прошлом году и агрономическая служба, в целом все хозяйство заготовили очень мало кормов. Не знаю, как собирались зимовать, но зима прошла. Наука, наверное, будет для всех. Поэтому обращаем больше всего внимания на заготовку травянистых кормов в этом отделении. На сегодняшний день здесь заготовлено около 3000 тонн сенажа. Ни для кого не секрет, что от качества кормов зависит качество будущей продукции. Поэтому сегодня технологии кормления скота уделяется пристальное внимание. Согласно правилам, 50% буренок получают нужные микроэлементы, находясь на выпасе. Другие 50% на однотипном кормлении. Именно такой подход обеспечивает производство исключительно качественной молочной продукции. Для такого результата необходимы условия модернизации ферм. В Александре Агро успешно с этим справляются. Эта ферма вступила в строю в сентябре прошлого года. Начинали комплектацию с первотелок понемногу. Там где-то первую секцию маленькую, 64 головы. Потом постепенно писали, на сегодняшний день здесь 351 корова дойная. Ну а у всего по голове на этой ферме 500 голов с этими снетелями. Это будущее, которое будет комплектоваться эта ферма. На сегодняшний день где-то дойная ферма 23 литра. Молоко идет экстра, 100%. Значит, кормится круглогодично однотипным рационом. На сегодняшний день это смесь зеленой массы 30% и силоса. В зимний период сенаж, сечка солома и силос. Хозяйство Каменецкого района – пример того, как можно и в непростых условиях успешно работать. Благодаря оперативности аграрьев, сегодня Бречина – лидер заготовки кормов первого коса. Здесь уже убрано больше половины сельскохозяйственных площадей. Несмотря на то, что прогнозы синоптиков не обнадеживают, на ближайшие недели обещают дожди и грозы, хозяйственники Бречины не теряют надежду внести по осени в белорусский каравай свой весомый кусок. И еще есть время, чтобы запланированное с наименьшими потерями выполнить. Виктория Драгобецкая, Витархалявка, специально для итоговой программы. Лакомство, которое любят одинаково и взрослые, и дети – это шоколад. По историческим сведениям, первыми технику его производства разработали ацтеки, называя шоколад пищей богов. В Европу эта сладость попала благодаря испанцам, которые дали ему почетный титул «Черное золото». На этой неделе сладкоежки всего мира отметили День шоколада. Этот праздник сравнительно молодой, был придуман французами в 1995-м, а потом быстро обрел мировую популярность. В особенный день наша съемочная группа отправилась в одно из уникальных мест в Бресте – Музей шоколада, где поинтересовалась историей этого продукта и познакомилась с уникальной экспозицией. О том, что экспонаты музея сделаны из самого настоящего шоколада, говорит только аромат, который витает уже на подходе к помещению. На первый взгляд, совершенно обычные предметы, сделанные из различных материалов с помощью ковки, пластмассы, всевозможных стразов и украшений. И лишь приглядевшись, принюхавшись, можно распознать всеми любимый шоколад. Экспозиция создавалась порядка трех месяцев. Над ней работал знаменитый шоколадья Николя, у которого 22-летний опыт работы с шоколадом. Шоколад довольно тонкий, хрупкий и специфичный материал, поэтому можно сказать, что, наверное, аналогов данного музея на сегодняшний день, но как минимум в Европе практически нет. Здесь можно увидеть яйца Фаберже, сделанные в соответствии с оригиналом, царскую корону и даже Эйфелеву башню. Брещане с особым восторгом оценили появление в городе такого необычного места. И несмотря на то, что официальное открытие пройдет только 17 июня, музей за неделю обсуществования посетило уже около полутысячи желающих. Сегодня музей носит формат передвижного. Несколько месяцев экспозиция пробудет в городе над Бугом, потом отправится в Гродно. Недоумение, восторг, растерянность видишь на глазах людей. И потом, когда они вот прошли, посмотрели всю выставку, и ты понимаешь, вау, это красота, и это сотворил человек, шоколадье, своими руками. Это достойно. Кроме скульптур, в музее представлены уникальные картины, сделанные полностью из шоколада с добавлением пищевых красителей. Трудно поверить, что автором всего этого чуда может быть один мастер – шоколадье Николя. Кто он? Это останется загадкой до дня торжественного открытия. Необычная экспозиция подарит незабываемое впечатление не только ребенку, но и взрослому. Ведь шоколад – это в первую очередь хорошее настроение. С праздником шоколада! Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие сутки, 15 июня, погодные условия на территории Беларуси также будут определять атмосферные фронты и поступление прохладной воздушной массы с севера Европы. В Брестской области ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет 11-13 со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 17-19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. В понедельник, 16 июня, Брещено останется в основном в поле пониженного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт. Местами по области пройдут кратковременные дожди, ночью и утром сгустится туман. Ветер северо-западный, умеренный, ночью воздух охладится до 12-14 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут 17-19 выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова